Приветствую друзья! Сегодня подвяжем криптобиржу Bybit к платформе Bitsgap и запустим первого бота на данной платформе. Кто еще не знаком с платформой Bitsgap, как видим это умная автоматизация криптотрейдинга. Лучшие боты для криптотрейдинга, алгоритмические ордера, управление портфелем и бесплатный демо режим. Все на этой платформе. Переходим по ссылке в описании и получаем 7 дней бесплатно на тест данной платформы. Также кто не зарегистрирован на криптобиржах, например Binance, Okix, Bybit и другие криптобиржи KuCoin, ссылочки будут для регистрации в описании под видео. По моим ссылкам вы получите максимальные приветственные бонусы, не упускаем этот шанс. Поехали! После регистрации мы попадаем на платформу Bitsgap и для того, чтобы нам тут подключить каких-то ботов, вот в разделе боты, как видим у нас тут есть DCI, Grid, BTD, DCI и фьючерсы. Нам нужно зайти в раздел моей биржи и тут подключить какую-то биржу для торговли, на которой бот будет торговать. Сегодня будем подключать Bybit, сейчас пошагово покажу, что, как, куда заходить, куда нажимать и потом уже создадим бота. Чтобы связать Bitsgap и Bybit, нам нужен API-ключ на криптобирже Bybit. Для этого заходим в Bybit, кто не зарегистрирован, ссылочка в описании под видео. Само собой, для начала нам нужно пополнить данную биржу, то есть вот раздел купить криптовалюта, P2P. Кто не знаком с данной биржей, там первый раз или какие-то есть пробелы в знаниях, у меня на канале в плейлистах есть вот такой плейлист обучения Bybit, Bybit для новичков. Тут 34 видео на данный момент и после просмотра данного плейлиста вы уже станете уверенным пользователем данной криптобиржи. После того, как мы пополнили баланс, нам понадобится создать субаккаунт. То есть мы можем привязать и на основной вот этот аккаунт, который мы, допустим, только зарегистрировали, создали. Но желательно, чтобы на том счету, где торгует бот, мы не совершали никаких действий. То есть какие-то там трейдинг, покупки, продажи крипты, потому что это будет мешать торговому балансу бота и в какой-то момент может привести к сбоям. Поэтому гораздо удобнее создать сразу субаккаунт. Например, вот наводим сюда на голову. У меня уже тут субаккаунт далеко не один создан. Ну, когда-то начинать надо, допустим, если вы будете первый создавать. Вот тут будет кнопочка перейти, создать аккаунт. Нажимаем. Как видим, вот у меня уже тут целый список. И нажимаем создать. Все, тут мы пишем название. К примеру, назовем BitsG1Bot. Дальше выбираем или единый торговый, или стандартный аккаунт. Ну, я обычно выбираю стандартный, чтобы счета были вообще раздельны друг от друга. Спотовый от фьючерсного. Тут я ничего не трогаю. То есть пароль будет запрашиваться при входе в основной аккаунт. Подтвердить. Дальше тут нажимаем отправить код. То есть нам код придет на почту основного аккаунта. Ну и, конечно же, код подтверждения из Google Аутентификатора, который нужно поставить себе на мобильный и пользоваться им. Потому что постоянно везде спрашивают. Все, нам сразу предлагают пополнить субаккаунт, вновь созданный. Ну, можем пока закрыть. Покажу, как это делать изнутри. Чтобы переключаться между субаккаунтами и основным аккаунтом. Опять же, наводим сюда на голову. И, как видим, вот наши субаккаунты. Также, если их уже много, как у меня, например, можно вот перейти, создать аккаунт. Нажимаем. И вот этот список. Так, и вот наш BitsGap1Bot. Сейчас мы его пополним изнутри. Так, активы. Заходим. Нам нужен спотовый раздел. Сегодня запускаем спотового бота. И тут, чтобы его пополнить, нужна кнопочка «Перевести». Либо же она тут есть напротив каждой криптовалюты. Вот «Перевести», «Перевести». То есть, конкретно нужна вот эта функция перевода. Нажимаем «Перевести». И, как видим, вот в аккаунте мы можем переводить. Без комиссии вот эти все переводы делаются. Либо между субаккаунтами. Тут мы выбираем «Из», «В». То есть, вот у меня тут основной аккаунт. Дальше мы можем выбрать, откуда именно из какого раздела основного аккаунта. То есть, финансирование, единый торговый, где у нас есть деньги. Ну, если через P2P, скорее всего, они сразу на финансирование попадут. Можем выбрать «Финансирование». Я переведу с другого субаккаунта, который я уже создавал. Вот «BitsGap» спотовый. Вот у меня тут есть средства. Я хотел запускать бота, но под видео решил создать все по новой, чтобы показать, как, что, куда. И вот у нас выбрано «BitsGap1Bot». Наш субаккаунт создан и тут спотовый. Раздел мы выбрали. Все, выбираем там все, например, или какую-то часть. Тут выбрали, что мы переводим. Ну, понятно, бот будет в USDT торговать. Вот, выбрали USDT. Сумма, подтвердить. Все, как видим, наш субаккаунт пополнен. Теперь можно создавать API-ключ и подвязывать его на «BitsGap». Для этого наводим вот сюда, опять же, на кружочек этот иконку. Видим, вот выбран наш субаккаунт. Все четко. И тут API-ключ. Вот, нажимаем сюда на API. Все, тут мы создаем свои API-ключи. Можно их создавать сколько угодно. Ну, давайте один для начала создадим. Нажимаем «Создать новый ключ». «Настроить». Да, это у нас сразу требует настроить Google аутентификацию. Без этого никак не отвяжется. Вообще, без вариантов приходится каждый раз создавать вот этот Google аутентификатор для каждого субаккаунта. У меня уже их просто там куча целая. Я уже в них путаюсь. Ну, давайте создадим. Нажимаем «Настройки». Вот тут кнопочка «Настройки». Так, тут мы вводим код из почты основного аккаунта. То есть, тоже тут проблема, пока догадаешься, куда оно этот код отправляет. Я думал из Google аутентификатора. Но нет, просто на почту присылает. Вот, отправить еще раз. Ввел я код из почты. И тут такое окошко, как видим, тут написано. Скачайте Google аутентификатор на мобильном телефоне. Там, через Google Play или у кого iPhone, то через другую там приложуху айфоновскую, App Store. Вот. И в этом Google аутентификаторе нам нужно нажать плюсик, там, отсканировать QR-код. Вот тут я его закрыл. Тут вот у нас есть QR-код. Мы его сканируем. Там под QR-кодом будет такой буквы цифрный код. Его тоже где-то записываем, чтобы потом, если мы захотим на другой мобилке где-то Google аутентификатор подключить под этот же аккаунт, нам понадобится этот код, чтобы перенести его. Все. Дальше вот тут вводим этот код из Google аутентификатора и нажимаем подтвердить. Все. После того, как мы сделали вот эту настройку Google аутентификации, дело уже осталось за малым. Это основные. Тут мы тарство с этими кодами всеми. Дальше наводим сюда опять же. Тут выбираем API. И теперь создать новый ключ. API-ключ, созданный системой. Вот это нажимаем. Ну и тут все просто. Выбираем привязку к стороннему приложению. Дальше пишем BitsGap. Вот уже у нас есть чтение и запись. Поскольку BitsGap и Bybit сотрудничают, нам достаточно только ввести вот это название BitsGap. Дальше, да, чтение и запись. Тут ставим галочку. Вот мы даем разрешение на торговлю. Только на торговлю. Вот спотовая тут, фьючерсная. Вот тут мы галочку активы не ставим. То есть мы не даем доступа BitsGap к переводам, каким-то действиям с активами. Только торговля. И все. Нажимаем отправить. Наш любимый Google аутентификатор. Все. Тут у нас появился API-ключ. Читаем вот эти все тут предупреждения. Копируем себе API-ключ. Этот секрет куда-то записываем. Сохраняем. Дальше возвращаемся на BitsGap. И тут нажимаем вот добавить новую биржу. Выбираем Bybit. И как видим, вот API-ключ и секретный ключ. Мы копируем отсюда просто по порядку. Первое, второе. Вставляем и все. Дальше тут нажмем подключить. Все. Я нажал подключить. У меня, как видим, вот появилась биржа Bybit. Виден мой баланс сразу. Теперь можно смело настраивать, запускать ботов. Переходим в боты. И это можно закрыть, к примеру. Давайте тут сразу выберем. Например, можно запустить Grid-бота. Это просто тестовый вариант. Каждый, думаю, сейчас поймет, как их тут можно настраивать. Ну, к примеру, берем монетку какую-то. Вот тут у нас есть список уже готовый, которые монеты сейчас более самые такие волатильные. Но, опять же, я думаю, стоит подбирать какую-то монетку фундаментальную. Например, там Солану можно она. И фундаментальная, и более-менее подвижная. Можно и биткоин с эфиром тоже пробовать. Давайте возьмем Солана. Вот, например, выбираем. Сразу можно первую. Вот тут просто меняем биржу. Биржа Bybit. Все, видим, наша биржа выбрана. Солана. Вот наш депозит. И тут у нас все удобно настраивается. То есть мы можем прямо на графике менять диапазон сразу. Конечно, зависит от депозита. Если депозит небольшой, то, само собой, нам придется ставить и диапазончик поменьше. Можно прямо на какую-то 15-ти минутку провалиться. Вот поставить такой диапазон. Дальше нажимаем ручные установки. Тут, как видим, у нас вручную можно задать вот этот диапазон. Но, я думаю, удобнее вот так просто на графике. Шаг к сетке можно задать вручную. И число уровней. То есть тут у нас вот это есть сетка. Давайте уменьшим количество ордеров до 15-ти, к примеру. Ну, смотрим, тут спотовый бот. В принципе, 200 баксов, наверное, маловато. Докинул себе еще там 400 баксов. Кстати, вот сразу отобразились. Буквально я только сделал перевод на Bybit и сразу они тут появились. Ну, это можно сеточку хоть побольше теперь ставить. Ордеров тут, к примеру, 18. То есть, как у нас работает бот, я думаю, многие уже знают. Это GridBot. Да, как бы такой же, как на Bybit и на Binance. Но тут есть свои примочки, свои фишки дополнительные, которые все-таки делают работу данного бота гораздо лучше, чем просто на криптобиржах. Сейчас мы про эти отличия и поговорим. Принцип работы. У нас цена идет вниз. Вот эти все ордера зеленые, это на покупку. Красные – это продажа. По ходу цены вниз у нас происходит покупка, покупка, покупка на каждом ордере. И красная вот эта сеточка тянется сразу же следом. То есть зеленый ордер отработал, следом тянется красный. И как только вот цена тут спустилась, набрала нам покупок, накупила крипты, только пойдет откат обратно, у нас сразу же тут будет продажа, продажа, продажа. То есть сразу будем зарабатывать. Вот такой нехитрый алгоритм данного бота. Но для новичков, в принципе, кто только начинает тут разбираться с ботами, я думаю, этот бот хорошо подойдет. Даже и не для новичков. Я вот до сих пор им пользуюсь. Я с этого бота начинал, с GridBot. Потом, конечно, на какое-то время меня переключило на других ботов, более там продуманных. Но в итоге я все равно вернулся к этому боту и так или иначе я им тоже пользуюсь. То есть я пользуюсь и другими ботами. Вот видео на канале, у меня уже тут бот Велес, самый интересный тоже по прибыли. Робот Forex Dragonfly, полный пассив, там минимальное участие, тоже мне нравится. Бот Кефил сейчас в режиме теста, то есть такой тоже пассивный вариант. Настроил, как бы он себе колотит. В принципе, вот эти два бота, они такие более пассивные, Кефил и Dragonfly. На Велесе тут надо чуть-чуть заморочиться, но тоже есть смысл. Ну и GridBot, я их запускал просто на бирже. Сейчас нашел вот BitsGap. Тут есть свои плюсы, которые дают возможность гораздо эффективнее использовать данных GridBot. Вот, например, мы подобрали какой-то диапазончик. Видим, тут у нас цена последнее время ходит в этом диапазоне. Ну это 15-ти минутка, можно там часовик какой-то брать. Ну у нас сейчас идет рост, поэтому да, в принципе, можно вот такой диапазон брать. Вот количество сеток, тут надо искать золотую середину. Как это делать, сейчас покажу. Допустим, вот видим у нас дополнительные вот эти Trailing Cup. То есть если мы выпадаем из диапазона, как вот у нас, например, на Bybit'е такие же боты, они просто останавливаются. Этот бот мы можем включить вот Trailing Cup, например. И когда цена полетит выше, у нас же сейчас бычий рынок, то есть это событие будет регулярно происходить. У нас будут нижние сетки сюда вот перестраиваться, то есть у нас будут достраиваться тут вот эти гриды. И таким образом мы будем оставаться в рынке, то есть нам не надо тут постоянно, как сейчас мне приходится на Bybit'е, ставить этот диапазончик. На большой диапазон депозита, например, не хватает. Ну и эффективнее, конечно, расходовать депозит, то есть ставить диапазон адекватный, который актуальный сейчас. Не просто на огромный размаслать депозит, а просто небольшой диапазончик и в нем распределить депозит. И постоянно на Bybit'е мне приходится перенастраивать этих ботов, они вываливаются из диапазона. Тут это реализовано вот так в виде автоматической перестройки сетки. Также у нас есть Pump Protection, то есть если цена быстро подлетит, если у нас будет какой-то вот такой полет и резкий возврат, то бот не нагребет вот тут нам кучу ордеров. То есть вот это Pump Protection, там как-то механизм срабатывает, защищает от таких резких сквизов, как у нас бывает, там просто какой-то хвост кинула, свечка вверх, и цена вернулась в диапазон. И Trailing Down тоже вот у нас есть. Это вот как раз расширение сетки вниз, потому что тоже такое может быть. У нас цена может легко выпасть сюда. Мы вот тут, вот эта зеленая сетка походу у нас накупится. Ордера вот эти все посрабатывают, монетки накупятся, и мы выпадем из диапазона, например, без этой функции. И все, мы будем вне рынка, нам придется вот тут просто пересиживать, пережидать, пока цена вернется обратно. С этой функцией Trailing Down у нас достроятся сюда сетки, спокойно вот так перестроится сюда сетка, и мы будем продолжать получать прибыль без проблем, тут ничего не перестраивая, ничего не пережидая. Тоже крутая функция, я считаю, это большое преимущество, конечно, в данной платформе, что есть вот эти дополнения у нас. Trailing Down использует у нас дополнительно депозит, то есть, если цена полетит вниз, надо будет докупаться, поэтому депозит желательно тут не весь ставить, а, например, какую-то часть оставлять. То есть, у нас вот есть 600 долларов, я, например, 400 поставлю в бота, и вот можно руками написать. И 200 ставлю, чтобы бот мог докупиться, когда цена, допустим, отсюда вывалится, то есть, это надо учитывать. В принципе, бот спотовый, если там не хватит депозита докупиться, ничего такого страшного не произойдет, ну, просто надо тоже тут прикидывать себе. Элементарно можно посчитать, сколько тут будет сеток вот в этом расстоянии, то есть, просто берем линеечку, меряем, вот у нас 8% в ходу, и прикидываем, сколько в 8% в ходу. Вот у нас и есть 8%, считаем, сколько тут ордеров, и рассчитываем, сколько нам понадобится на них депозита. Ну, грубо говоря, вот есть у нас вот эта сетка, где-то, допустим, сколько у нас тут расстояние, 12%, то есть, мы еще на 6%, например, вниз добавляем этот трейлинг-даун, и, к примеру, тут у нас 400, 200 депозита мы оставляем на вот этот трейлинг-даун, то есть, примерно можно как-то так рассчитать. И самая крутая, конечно, фишка, которая меня изначально просто покорила, и по сей день я от нее в восторге, это тестирование настроек. Мы нажатием одной кнопки просто сразу можем посмотреть, чего с таким ботом мы добьемся. Как видим, тут 5% в месяц. Для спотового бота это вполне себе приемлемый результат. Конечно, лучше там 10-15, но на споте больших процентов тут нечего ждать. Хотя в хорошие месяца это может доходить и до 30%, поэтому тоже сразу это понимать надо. Ну, на вот этот тест влияет, конечно, наш трейлинг-даун, то есть, мы можем его убрать и трейлинг-ап посмотреть. Ну, вот, видим, то есть, без этого у нас было бы 2,43%. То есть, за счет того, что у нас есть вот эти функции, трейлинг-ап, трейлинг-даун, у нас бот больше захватывает движение рынка и всегда остается в рынке, так или иначе. И таким образом мы можем тут что-то подкручивать в настройках, добиваться все лучшего и лучшего результата. Например, можем поменять количество ордеров в сетке. То есть, вот было 18-16, поставили, нажали тест, ну, посмотрели, особо ничего не поменялось, да. Ну, дальше можем поиграть с диапазоном. Например, как видим, если мы отдалимся, у нас такое боковое движение было ниже. То есть, это мы сейчас просто где-то на хай натянули этот диапазон, скажем так. У нас, в принципе, вот тут был хороший диапазон, который можно было бы захватывать. Можно взять его под тест, попробовать. И, как видим, опять же, вот сейчас мы вылетели. То есть, если бы мы стояли в этом диапазоне, сколько у нас времени? С 25 декабря по сегодня мы находились вот в таком боковом движении по Солане. То есть, никуда мы особо не росли и никуда не падали. Можно было бы себе вот тут еще настроить этот диапазон, спокойно в нем сидеть. Вот этот вылет мы могли бы подгребсти трейлинг-дауном. Тут у нас сработал бы сейчас как раз трейлинг-ап. Ну и вот, если мы проверим, например, в таком уже раскладе, вот у нас уже показывает, допустим, почти 10%. То есть, 10% на споте это уже вполне себе приемлемо. Вот таким образом, с помощью тестов мы можем хотя бы заранее примерно понять, сколько мы сможем заработать с данного бота, какая у него может быть волатильность. Также тут есть, вот мы выбираем торговлю в USDT, мы можем выбрать в Солане. Например, у нас есть Солана, какое там количество мы купили. И мы можем зарабатывать себе дополнительно вот эту крипту. То есть, мы будем торговать не в USDT, а именно в Солане у нас должна она лежать. И сверху нам будет прибыль идти именно в Солане. Ну или в монетке какой-то другой. Сейчас, я думаю, актуально, конечно, диапазон передвигать уже. Вряд ли Солана там сильно вниз у нас упадет. Ну, то есть, можно взять где-то вот тоже тут по уровням как-то надо прикидывать. Вот, у нас тут есть какой-то уровень. Мы можем нижний диапазон поставить под него. Верхний чуть-чуть поуже у нас все равно есть трейлинг апп. То есть, можем поставить где-то вот так. Ну, тут включаем, да, трейлинг апп, памп протекшн, трейлинг даун тоже, думаю, можно включить. Как я говорил, где-то наполовину вот так вниз. То есть, если цена все-таки сюда еще опустится. Хотя, конечно, я думаю, вряд ли такое тоже может быть. Поэтому, в принципе, вот так вот какой-то кусочек перекрою. То есть, если мы выпадем вниз, у нас тут без проблем подхватится все. Если вверх, тоже трейлинг апп у нас сработает. Так, надеюсь, тут за мной все было видно. Вот эта кнопка тестировать настройки. Вот наш трейлинг апп, трейлинг даун. Ну, в принципе, стоп-лосс, тейк-профит. Кто-то может выставлять себе. Я, конечно, не буду этого делать. Все, нажимаем продолжить и запустить бота. То есть, тут мы видим еще дополнительно наши настройки. Все, нажимаю запустить. Ну, и как видим, вот наш бот работает. Так, у нас тут прям какой-то такой процесс только что был. А, у нас он сразу закупился. Да, он сразу закупился с Аланой, я так понимаю. То есть, какой-то там первый ордер, видимо. И готовится уже его, если что, продавать. Снизу тут у нас вся статистика. То есть, видим профит, среднее за день, общий PNL. Также тут есть вот плюсик. Можно добавить средства. Вот есть действие бота. Тут тоже еще много дополнительных функций. Добавить средства, изменить бота, остановить бота. Тут тоже можете поклацать, разобраться, что тут как. Тут, в принципе, большой довольно-таки функционал у данного бота. Я еще сам тут не совсем разобрался, но уже много чего клацал. Бот мне нравится. Также вот у нас тут есть такая шкала интересная. Ну, и ваш ID. То есть, это ID бота, наверное, для уточнения чего-то в службе поддержки. Да, не забываем пользоваться подсказками. Везде у нас тут есть вот такие восклицательные знаки, на которые мы можем наводить, читать, что тут как. Есть вот тут служба поддержки. Также вот наводим на голову. Тут у нас есть центр помощи. В центре помощи тут вся информация про этого бота, что только можно. Собрать, переводим вот язык. И можем по порядку тут ознакомливаться, разбираться, пользоваться поиском. Так мы можем еще самостоятельно ознакомливаться с данным ботом. В оплате у нас вот такие тарифы. То есть, 20 баксов в месяц, 47 или 103. То есть, это при оплате на год. Если помесячно, у нас вот так. Ну и тут видим разные уже. У нас есть гритбот и DCI-ка. Обычные, спотовые. Это самый вот этот basic тариф. Потом гритбот, DCI, фьючерсы. То есть, в принципе, вот средний адвансит. Его вот так вот достаточно для продвинутых пользователей. Ну, тем более, если на 12 месяцев брать это по 47 долларов в месяц. 50 DCI-ботов, я думаю, мало кто запустит. Вот, то есть, тут предостаточно этого тарифа. Также в Telegram Bitsgap регулярно проводятся акции. То есть, там можно охватануть со скидкой 30-50%. По-моему, даже годовую подписку себе. Вот. Внизу сайта найдете вот ихний Telegram, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Discord. Все, что надо. Тут, как всегда, вся информация внизу сайта. То есть, можно подписаться, послеживать. Когда выйдет какая-то акция, они довольно часто проходят. Можно еще и дешевле себе приобрести. Но, как я говорил, переходим по ссылочке в описании. 7 дней у вас будет бесплатно. Этого хватит там потестировать. Все, потренироваться. Вообще, с головой понять, надо о новом или нет. Ну, наш бот уже запущен. Не знаю, какое-то время я его подержу. Может, тут что-то перенастрою. Буду разбираться, что тут как работает еще дополнительно. На этом, ребята, у меня все. Надеюсь, мое видео было полезным. Ставим лайки, помогаем продвижению моего канала. Подписываемся на канал. Оставляем свои комментарии. Также подписываемся на мой Telegram канал. Ссылочка будет в описании под видео. Там я выкладываю разные новости о мире криптовалюты. Свои мысли по рынку. Что, куда мы двигаемся. Куда биткоин идет. Буду всем рад. А на этом у меня все. Всем добра и удачной торговли. Субтитры сделал DimaTorzok.